Всем привет! С вами канал Все про Android. Сегодня у нас на обзоре бюджетные китайские наушники True Wireless Stereo. Но хочу заметить сразу, что версия Bluetooth 5.0, несмотря на их стоимость, около 18 долларов. Позиционируются они как T2S и имеют следующие параметры. Начнем, пожалуй, с технических характеристик. Выполняются наушники в двух цветах, черном и белом, поддерживают следующие Bluetooth протоколы. Размер наушников 23х12х26, размер зарядного кейса 92х40х31. Емкость аккумулятора каждого наушника 65 мАч, емкость кейса 450 мАч, поддерживаются частоты от 20 Гц до 20 кГц. Наушники оснащены магнитом для посадки в кейс. На тыльной стороне находится индикатор зарядки аккумулятора, порт microUSB. Крышка выполнена из прозрачного пластика. Ну, я думаю, будет видно, что подсвечивается сквозь нее огоньки. И она, конечно, как вы понимаете, глянцевая, что очень-таки неприемлемо. Давайте рассмотрим сами наушники. Да, помимо всего, еще присутствует кнопка в кейсе, которая позволит вам отключить кейс, насколько я правильно понял. Двойным нажатием кейс абсолютно сразу же отрубается. Для того, чтобы включить, надо сделать два длинных нажатия. Сами наушники выполнены вот в таком вот форм-факторе. Здесь есть резинка, которая содержит на себе распорку. В комплекте вы видели, она снимается довольно-таки просто. То есть, дополнительно помогает удержать наушник в ухе. Два контакта. На лицевой стороне расположен микрофон. Амбюшур, вернее, это не амбюшур, а вкладыш сидит довольно-таки плотно. И, скорее всего, здесь расположена матерчатая сетка. Ну, сетку рано или поздно придется заменить на металлическую или вообще удалить. Посадка в ушах довольно-таки интересная. Несмотря на то, что все равно есть в наушнике вот такой вот изгиб, наушник приходится вставлять в ухо и немного доворачивать, чтобы вот этот вот фиксатор удобно расположился в ухе. Для активации режима, сейчас мы выключим наушники, хочу сразу сказать, что наушники поддерживают голосовое уведомление о режимах их работы. То есть при нажатии на питание и включение, наушники голосом вас оповещают, что питание включено или отключено. Наушники умеют работать как поочередно, то есть в режиме гарнитуры, для чего вы можете использовать как левый, так и правый наушник. По умолчанию хостом, а именно наушник, с которого необходимо начинать сопряжение, это левый наушник. Для того, чтобы сопрячь наушники, вам необходимо зажать оба наушника, подождать, пока они войдут в режим сопряжения, и после 30 секунд наушники должны законнектиться между собой. Если же вы хотите один наушник использовать, тогда вам необходимо просто отключить наушник левый или правый, положив его в кейс или удерживая кнопку. Хочу заметить, что для того, чтобы активировать в режим гарнитуры только правый наушник, вам придется его автоматически подключить в ваших Bluetooth устройствах. Для того, чтобы наушник активировать, как я уже говорил, его необходимо ввести в режим сопряжения и, соответственно, на вашем смартфоне или планшете, включив Bluetooth, задать поиск. Что мы сейчас и сделаем. Делаем поиск. Наушники поддерживают, как я уже говорил, голосовое уведомление, поэтому после сопряжения ваши наушники подключатся, как много здесь у меня устройств. Вот наш наушник левый. Connected был звук, и теперь ваш наушник будет работать в режиме гарнитуры. Поддерживается формат Media Audio. Наушники работают по кодеку SBC. Я думаю, что для бюджетных наушников вполне это все и понятно. В общем, внешний вид довольно-таки интересен. Из уха сильно не выпирают. Давайте, пожалуй, по моим впечатлениям, по звуку, по работе, как работает в режиме стерео. В режиме стерео обрывов я, честно сказать, не наблюдал, но, опять-таки, зависит от того, в каком кармане лежит ваш смартфон. Поскольку левый наушник является хостом, то лучше использовать левый наушник в режиме гарнитуры, и телефон, соответственно, держать в левом кармане. Итак, по звуку, по громкости воспроизведения. Скажем так, звук довольно-таки насыщенный, нет четко и ярко выраженных басов, то есть наушники разборчиво воспроизводят как нижние, средние, так и высокие частоты. Нет цикания, нет заваливания на высоких. В общем, каши нет, но громкость оставляет желать лучшего. Наушники подойдут и для использования, и прослушивания музыки, я бы сказал, в фоновом режиме. Если вы любите очень громкую музыку, тогда это не ваш выбор, поскольку большой громкости, возможно, это обусловлено тем, что импеданс 32 Ом, раскачать наушники даже на моем пикселе на громкость, как в Блицвулковских наушниках, у меня почему-то не получилось. Но звук довольно-таки приемлемый, не нагружает, не шипит. По разговору с собеседником все довольно-таки хорошо. Микрофончик отличный, на улице тоже прекрасно слышно. Обрыв примерно идет по удалению где-то 6-7 метров от наушников. Это я проверял в квартире, на улице же, я думаю, расстояние будет гораздо больше. Функционал наушников, скажем так, ограничен. Во-первых, только на телефоне вы сможете переключать треки. Наушники этого не поддерживают. Они поддерживают голосовой звонок. Принятие осуществляется обычным нажатием. Постановка на воспроизведении паузу тоже осуществляется по нажатию на сенсор. Сенсор, честно говоря, не мешает. При постановке в ухо будьте аккуратны. А в общем сенсор работает хорошо. Sorry, да, здесь у меня сейчас я включу музыку для того, чтобы продемонстрировать работу. Да, извините, пришлось прерваться. То есть по одиночному нажатию работает воспроизведение пауза. По двойному тапу присутствует последний набранный звонок. Больше по управлению наушников ничего и нет. Прием вызова, соответственно, в режиме вызова одиночный тап. То есть, как видите, функционал наушников ограничен только паузой и воспроизведением. Приему звонку, отбой звонок, соответственно, не работает голосовой ассистент. Не работает перемотка треков и воспроизведение следующего трека. То есть, ну, как понимаете, бюджетные наушники. По звучанию довольно-таки, еще раз повторюсь, довольно-таки приемлемое звучание. Ну, цена обуславливает и функционал. Сейчас идет скидочка, она будет продолжаться еще пару дней. У кого есть желание купить бюджетные китайские наушники с довольно-таки приемлемым звуком, то можно будет перейти по ссылке. Общее впечатление, конечно же, у меня осталось среднее. Не хватает функционала, хотя бы была громкость на максимум. Вернее, хотя бы была выше громкость, уже было бы более-менее. Ну, как вы понимаете, цена-качество, соответственно, выбор остается за вами. Ссылка на наушники будет в описании видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok